всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так лига сегунов забираем призы и бежим с собой прямиком на турнирную арену так у меня лига сегунов две звезды вы серьезно только вчера же поднимался до лиги мастеров ну как так то ну как так может быть но я не понимаю этого ладно шутки в сторону ребята буду их разносить почем свет стоит не буду я с ними здесь и сюкаться ля люкаться и тому подобное просто сразу буду фигачить их налево и направо чтобы было им не ладно так молодец куна ищи положила с одной плюхи другого я не ожидал так это мы сейчас перейдем в лигу сегунов три звезды да отлично ну что же погнали до лиги мастеров ребят сегодня забываем субботы субботушка а если суббота то что значит правильно ребят буквально через два дня мы с тобой получим осколки платиновые не забывай об этом да и через неделю друзья мои я выхожу на работу все отпуск мой закончился будут трудовые дни опять вечное недосыпание 5 вечная усталость в общем все как обычно да так ну что 87 позиция в принципе неплохо противники ватные пока идут для моих топовых бойцов естественно ребят если я буду сейчас брать 56 меня здесь просто сразу же положат поэтому мне приходится брать одного из топовых бойцов который вот так вот берет и уложит но не всех конечно но должен хам как говорится здесь на добивку пошел вот этот крип кстати который в черепашках нельзя присутствовать знаешь кого он не напоминает он не напоминает мерзость из марвела вот у них там такой же болотное существо есть вызвать мар мой марвел его звать мерзость уж очень похож кто интересно с кого слезал непонятно а кстати дофига такие персонажи здесь и тоже есть но он конечно не болотная тварь но помнишь там такой был пугало в бэтмене какой-то части а нет не в бэтмене ребята анжастис помнишь такая игра была вот вот там вот как раз это пугало и есть но по-моему и в бэтмене тоже присутствует я может быть конечно по или не в бэтмене но в какой-то серии игр dc пугало есть она отравляла по моему если не ошибаюсь отправляла твой разум ну скажем такую страшную сферу где тебе постоянно где тебе постоянно чудились всякие пакости друзья мои мы на грани на грани чего фола нет давай так попробую закинуть баллончик может баллончиком хотя бы подкусим а и добьешь ты посмотри сколько у микеланджело осталось хп и нам повезло нам крупно опять же повезло друзья ну что двигаемся тогда дальше вот друзей мы тут вот идейка такая в голову пришла помнишь такую игру тайнс of iron играла и свое время все наверно в курсе что скоро выходит вторая часть этой игры это если кто не помнит игрушка про крыс которые устроили ну как они они устроили они начали ответную как говорится защиту против легиона жаб она такая двухмерная нарисованная графика в общем так вот вторая часть выходит 27 по моему июня если я чего-то не попутал но в первой части у нас оказывается было dlc которые я пропустил dlc заключается в принципе она заключает в себе турнир королевский турнир где если я чего-то не попутал мы должны одолеть призванных против нас короче всяких воинов так вот я думаю может быть мне туда зайти немножко освежить память и поиграть перед выходом второй части я думаю было бы наверно неплохо и вам бы ну надеюсь понравилось бы игрух то в принципе неплохая она мне напоминает чем-то ну напомнила чем-то так скажем dark souls только dark souls сам понимаешь то более глобальная игра да а там двухмерочка такая знаешь просто ходишь по разным блоком бьешь там боссов выполняешь всякие задания в принципе игра прикольная наверное ребята я приду на что-то вот проблема в зачем во первых то что на работу выхожу это раз во вторых у меня еще тут много проектов которую я не допрошел у нас сейчас ты видишь у нас муравийная империя у нас там остров лунного камня на остров лунного камня я думаю что буквально ну неделя максимум неделя и мы ее пройдем возможно не полностью не все задания выполним скорее всего но основная идея там какая у меня сейчас получить определенных духов которые мне помогут справиться с последним боссом миссионе или как-то так его звать мисси гури вот ну это я так предполагаю друзья мои потому что суть себя заключается в чем чтобы закрыть этот теневой портал да который делает короче вторжение на эти острова вот а потом я не знаю либо там может быть даже дадут возможность закончить игру или продолжить если продолжить то мы можем с тобой все отношения с нашими вот ребятами там улучшить до всех сердечек плюс выполнить естественно все задания отнести питомцев там семена эти все раздобыть рыбу всю эту поймать ну в общем посмотрим потому что лето осень грозит новыми ребята очень много многими глобальными обновами новинками игр и одно дело когда дома сидишь ну если честно я в доме сидел я больше наверно прохалтурил высыпался развлекался такой знаешь потому что когда ты работаешь много сильно не погуляешь и не развлекаешься постоянно надо контролировать себя вот чтобы не дай бог там на работу не прийти через турникет не задышать или еще что-то в этом роде вот во время работы да ну и снимал как-то я почаще если честно ну правда только на выходных но зато это было все стабильно а тут у меня бывало и по три и по четыре дня прозевывал я короче как то так вот ну я думаю что и да идея неплохая пройти освежить в начале память ну да геймпад по моему он поддерживает потому что в первый раз я проходил на клавиатуре и очень уж там неудобно ребята кнопки задействованы самое интересное что кнопки там в раскладке нельзя поменять то есть ты открываешь раскладку клавиатуры а ее там нельзя поменять то есть кнопки все стоят по умолчанию вот эти вот контур shift alt вот это все сжимать плюс еще в псд вот эти ну совсем неудобно плюс еще там r1 применить там еще что-то очень по всей клавиатуре бегаешь как сумасшедший такой конечно не есть хорошо но на геймпаде ребята тоже понимаешь как бы сказать на геймпаде я не чувствую той самой четкости отдачи от персонажа если мне например надо сделать такой удар я нажимаю на кнопку и как на клавиатуре он должен моментально срабатывать там такое ощущение что идет с каким-то с долей секундными задержками то есть ты нажал на кнопку да потом например перекат и вот ты уже начинаешь получать звезюлей от противника после этого только лишь срабатывать начинает удар и потом перекат когда-то уже полностью отгреб такое согласись удовольствие поэтому не знаю ли на клавиатуре продолжу это и самое что тяжелое вот во всех таких играх когда делаешь очень большой перерыв а перерыв в игре был действительно большой по моему даже полгода назад как мы ее проходили это вновь привыкать именно к управлению это надо я фиг знает ну ладно хорошо если там когда ты начинаешь тебя потихоньку там обучает да ты тихонечку начинаешь вникать куда что там с более легких боев до более сложных а когда ты уже практически прошел игру плюс добавляют сюда какой-то dlc и где тебе нужно сразу же врубаться в поединке там с боссами не с боссами не имеет значения просто резкий такой вот перепад то ты начинаешь там фэлиться психовать и тому подобное ничего не не получается ты начинаешь блин орать как сумасшедший психовать свои нервы тратить после этого плюешь на эту игру забиваешь большой толстый как-то так в большинстве случаев ребята это получается как-то так поэтому в свое время у меня было очень огромное желание поиграть в world in ring dark souls да и это еще на закате их как говорится когда они только появились но мы не испортила строение все первую часть я не знал что но ребят ну как сказать ну наверно не мое это все таки это не мое у меня руки крюки я к этому не готов вот еще слишком эмоциональный слишком когда что-то идет не так как я хочу хотя я прекрасно понимаю что проблема в моих действиях я начинаю винить весь мир вокруг меня хотя он здесь ни в чем не виноват ну ты знаешь это надо как куда-то выплеснуть свою вот эту агрессивность и тому подобное чтобы тебе стало легче а некоторые вот некоторые люди которые вот держат в себе это все внутри да или как-то не высказывают эмоции мне кажется это очень плохо ну по крайней мере на организм это уж точно ничего хорошего ребята не сказывается потому что лучше как вот я в свое время когда ходил на тренировки да вот это все агрессии и негатив я его выплескал именно в тренажерном зале ты позанимался успокоился ты идешь домой на полном расслабоне понимаешь что я ничего уже не волнует да мне пофиг там что происходит вообще ты идешь просто расслабленный есть в этом своя ребята прелесть когда ты вот эту всю энергию фиговую выплескиваешь где-то в зале кто-то там боксом занимается кто-то на груши там вымещать так сказать свое зло и этот негатив но его от него надо избавляться его в себе держать не стоит ну еще раз повторяю ребята именно в зале вымещать и не на людях не надо там драться избивать кого-то или еще чего-нибудь особенно эта фигня ребята происходит у молодежи когда они выпьют и вот начинают начинается у них вот это вот знаешь как это назвать то как-то назвать то я не знаю чувствует какое-то преимущество причем преимущество они чувствуют это не один на один как в принципе должно быть а толпой конечно друзья мои просто толпучкой и поэтому причем по пьяной голове они это делают они не контролируют свои движения они не контролируют свои эмоции они даже не понимают что делать они могут просто на просто в драке что-то не так сделать что-то пойдет не так и все и потом расхлебывайся пол жизни за это понимаешь о чем я да надо всегда быть аккуратно поэтому никогда не копи в себе этот негатив даже если ты поругался со своей девушкой или еще что-нибудь или сядь тебе это дело обсудить и не надо замыкаться и уходить вот не держи в себе это но на худой конец не хочешь ты с ней там это обсуждать дело там под горячую руку есть такие девчонки которые вместо того чтобы действительно сесть обсудить они еще начинает больше нагнетать обстановку там поверь мир как 2 на 20-летний точнее 20 годовалый бывший муж знает что говорит 20 лет брака ребята что там только не было вот и поэтому уйди просто уйди не маячь там у нее перед глазами и уди к другу уйди я не знаю там к подруге какой-то если есть там хорошая подруга которая может тебя выслужить все успокоитесь оба потом придете или поговорить или будет там дальше дуться друг на друга но главное без ссор без руганий потому что девушки да не только девушки мужчины тоже ребята провокаторами бывают знаешь иногда выводят просто девчонок на эмоции да вот нравится им вот смотреть когда они психуют я не знаю что это дает им какое-то там наслаждение но вот они вот как эти как садисты знаешь поэтому нафиг надо как-то по другому пересматривайте свои как говорится структуры поведения и надеюсь в лучшую сторону не знаю почему такая тема меня сегодня затронула вот но все начало все началось с моих эмоций и закончилось все как-то довольно глубоко не так как я планировал вот так что еще еще ребятушки по драконам всадники олуха получил я те самые подарки которые нам выдавались за сломанный ивент который у них там не сработал я скажу да я получил ребята два новых дракона 200 рун и два нового дракона если сегодня у меня будет серия я вам покажу что эти за драконы потому что они уже у меня там стоят на этом на карте я их выставил естественно чтобы прокачивать но по-моему никаких эпических там не выпало там по-моему необычный вроде бы и и редкий по моему так не знаю сегодня если зайдем ребят посмотрим я так не разбирался я просто их открыл выставил на карту и все потому что вы писали мне давай давай быстрее идти получать я хотел на видео это сделать ребят а захожу у нас там ни событий ничего не думаю ну и чё я буду делать записывать серию где нифига у нас не будет я даже паке не могу забить потому что у нас все там уже давно-давно забито ну что ребята я получил точнее я прошел сейчас арену как ты видел я не добрался до лиги мастеров две звезды совсем немножко не хватило вообще капельку не хватило на самом деле вот ну я думаю что все таки за оставшийся период времени который у нас есть а его не так уж и много в принципе что у нас завтра воскресенье и в понедельник в понедельник у меня будут дела я наверно снимать вообще не буду ничего очень много дел накопилось которое нужно сделать перед выходом на работу потому что потом опять все время некогда будет вот поэтому воскресенье мне как-то надо кровь из носу ребят дожать дожать этот эту арену выйти в лигу мастеров три звезды взять я не знаю топовое какое-нибудь место или пред топовое место чтобы уже не скинули и сидеть там спокойно это можно сделать ребят элементарно воскресенье заходишь в игру утром ну как утром в часов например там в 10 до дня и где-то в девять вечера и все два раза в день заходишь и ты будешь в топчики так что у нас здесь поднять уровень персонажа так и понятное дело что нам нужно так ищем 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 донни навыки так ну что ребята еще 10 уровней у дано тыла поднять остается а дальше мы с тобой ищем нашего леонардо где наш лево вот он леонардо видение такс нужно что нам нужно пять карт получается ли это не карты что такое книжки не помню так карт нет какие-то комиксы а карта биба бима точно одна вторая пять да надо было на вторая третье четвертое и последнее давай мне последний пожалуйста чё там капает не пойму мы вот друзья мой ливень начался на улице отлично я думаю что так свежо спине а он уже поддувает такс здесь 3 3d очков надо одни выпали такс одни выпали вот вторые и последний находим такс ну вот 3 3d очков так погони мы нашли дальше у нас идет шесть шесть наушников нам надо как всегда зеленая колба друзья мои ну как всегда это зеленая колба проклятая лезет а 2 3 ну понятно пицца кончится сейчас да так 4 5 ну будь добр последний 6 шикарно успели так 6 и 10 ящиков с инструментами ну ты понимаешь что 10 ящиков с инструментами я сейчас получить не смогу пиццы у меня не хватит так теперь мы бежим с тобой на испытание вот это берем платиновые черепахи и поехали поехали давай наверно вот так я заменю мне кажется так будет лучше супер шреддером мне кажется будет поэффективнее хотя лучше бы зэка наверно да ладно пойдет с пивком потянет так сказать так мне еще надо как-то ребята умудрится зайти в растение против зомби герои там по моему тысячу сумоцветов то ли уже насобирал то ли еще то ли остается а мне нужно перейти на 40 ранг ребят на 40 ранг я перейду а там остался буквально один ранг поднять потому что я на 39 и мы с тобой получаем и мы с тобой получаем этот сколько там получается за 40 ранг по моему 200 кристаллов и все и мы с тобой спокойненько получаем 11 паков в надежде на то что нам выпадет какой-нибудь легендарный легендарная карта так я не знаю все время ребят собираюсь 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 сесть поиграть 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 и я не знаю в чем проблема я действительно говорю может быть это отпуск так очень сильно растут мне лень ну элементарно лень может быть может быть ребят такая фигня что перегорел значит нужно сделать перерыв но я не знаю там ни неделю ни месяц полгода но я боюсь что через полгода меня уже фиг заставишь вообще что-либо снимать такое может быть тем более зная себя я этому не удивлюсь но перерыв как таковой сделать нужно почему ребят ну во первых я этот весь контент снимаю не для того чтобы там что-то там получить там всякое для себя ребят понимаешь это моя как бы одушина играть в игры я люблю играть в игры я люблю но я не люблю превращать это в рутину в какую-то работу понимаешь это сразу вот сегодня я должен спрашивай почему я чего-то должен сегодня кому я чего должен я снимаю это по настроению по желанию почему кому-то я чего-то должен почему всегда чего-то кому-то должны где-то и вот этот вот знаешь как сказать вот этот настрой он все время ребята все начинает портить все начинает портить особенно когда еще начинает там писать ой ты пройди это Поиграя в это Там это, а что это вот это Там Один негатив, вообще, ребят Какое-то желание пропадит И пропадом все это Понимаешь, в чем я Вот, ну что, друзья мои, вот так вот За небольшой беседкой Мы с вами сегодня Прошли серию по черепашкам, в принципе Неплохо, но все-таки хотелось бы, конечно Чтобы у нас был Ранг В лиге повыше, потому что Они же, гаденыши, меня скинут Они меня отсюда скинут И по скокам Сколько? Да, друзья мои, да Это последняя неделя, так что Вот теперь вы можете Со стопроцентной уверенностью Голосовать за Персонажа, которого мы будем Поднимать, ребята, в платиновый Ранг Вот я вам сейчас пролистываю Вы смотрите Кто у меня Не в платиновом ранге И за того можете Спокойненько голосовать Я тебе скажу, что бойцов осталось Не так уж и много Но, тем не менее Они еще Есть Так что, друзья мои На этом все Всем удачи И до новых скорых видосиков Субтитры создавал DimaTorzok